К нам присоединяется Николай Маломуш, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки Украины. Николай Григорьевич, рады приветствовать вас в эфире. Здравствуйте. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Николай Григорьевич, вот что это по-вашему, информация от иностранных посольств в России о возможных терактах? ФСБ, кстати, об этом ни слова не сказала. Ну, в первую очередь, это, конечно, развитая информация, которую получают большие стратегические партнеры. Которые владеют ситуацией, что делается в Кремле. Такие возможности, сценарии могут быть перед выборами. Они моделируют ситуацию, которая была в разные периоды. Например, когда происходили события в Чечне или другие политические движения, когда проводились теракты в Москве и в других городах России. Для того, чтобы, во-первых, отвлечь население от проблем, например, войны, от возможности формирования недовольства в разные периоды. И особенно перед день выборов. Для того, чтобы именно и усилить контроль за гражданами. Для того, чтобы показать, что есть внешний враг Украина и НАТО, которые якобы совершают теракты на территории России. И, конечно, на этой основе проводить очень жесткие комплексные мероприятия по контролю российского общества. То есть, как будто бы основание, теракт, предполагается. Но об этом сначала не говорить. То есть, это все проходить тайно, совершить их, а затем уже развивать ситуацию по заданному сценарию. Но иностранные разведки получают информацию, что такие сценарии разрабатываются. Поэтому и официально, легально, во-первых, предупреждают своих граждан. Но тем самым они предупреждают и российское руководство, что именно большинству стран уже известно об этих планах. Поэтому, если они будут реализованы, они будут четко именно понятны, что это сделали российские спецслужбы и военные, которые могут совершить в отношении своих же российских жаждан. Поэтому многоплановая акция, она никогда не будет декорироваться российским руководством, тем более спецслужбами, потому что они это решали и планировали сделать внезапно. Как будто они не владели ситуацией, и кто-то совершил извне, с третьей стороны. Или, как они говорят, спецпродазделения террористов с Украины, в кавычках бюро, или представители западных спецслужб. Но такая операция, я думаю, сорвана. Уже имеется не только предупреждение для граждан и посольств этих стран, но четко идут все и российскому руководству о недопустимых все таких действий по разным оперативным каналам. Я думаю, что уже россияне не рискнут проводить такие операции. Потому что предполагаю, что это может быть на 8 марта, когда проводится такой, ну, казалось бы, не политический формат мероприятий, но массовый, как бы повязанный с честными женщинами и тому подобное. А этот период совершить теракт, это как раз бы было бы, ну, особо показательно, как будто словно, в кавычках, бюро иностранные спецслужбы или украинские проводят такие операции. Такой святой день. Вот такой формат может быть. Поэтому такие акции должны упреждаться и способ легализации, способ раскрытия плану, ну и, конечно, предостеревать своих граждан в отношении участия в любых мероприятиях, чтобы не попасть под любые теракты или замыслы врага. Массовая высылка российских дипломатов после полномасштабной агрессии России нанесла сильный удар по шпионской сети России в Европе. Об этом пишет Financial Times. Однако, далее цитирую Financial Times, Москва научилась вести разведку новыми методами. Что это за методы, по-вашему? Расконсервация старых агентов, вербовка новых, в том числе из представителей третьих стран? Ну, мы говорим только о том, что затронута вершина айсберга. Разведка России никогда не работала только с позиции посольств. Это сотая доля. Поэтому наши партнеры, контрразведчики и дипломаты выслали, как раз представители, диппредставители России, там реальные резидентуры на базе посольств. Но это только небольшая толика резидентур, сотрудников, агентуры, которая работала и работает на территории Европейской России и других стран. Они внедряли там десятки лет под прикрытием различных фирм, организаций, проникались в их структуры власти, управления, спецслужбы, Минобороны, включая Бундесверт, например, ЕСМР и Германия, точно так же БНД. Выкрыто несколько агентов разведки непосредственно на это несколько. Мы говорим, что десятки лет они внедрялись. В окружении канцлеров, помню, в свое время даже канцлер перешел на работу один из форматов в России, Шлёдов. Это, конечно, хуже в политической партии или фирме, которая финансирует, а затем они приходят к власти, а затем, конечно, они влияют. Поэтому просто проход активизация агентуры, которая находилась под глубоким прикрытием по всей территории Европы. Перед войной им дают указание работать по всему фронту, добывая информацию, проводя операции, например, протестов, финансируя, инициируя против политики, например, компетентных стран или Европейского Союза в отношении поддержки Украины, мотивировать чем угодно. Например, войной, что будет угрожать, если будут помогать Украине, гражданам Европейского Союза, социальными проблемами, которые они вынуждены давать нам помощь, а сами будут как будто бедствовать, противоречивая, так сказать, политического формата, межнационального, религиозного и, соответственно, даже ментального. Поэтому все эти наборы они отрабатывают, кроме того, что работают конкретно засекреченным в глубинных, так сказать, системах военных, спецслужб, правительства и политическом секторе этих стран. То есть эти, я думаю, агентурные позиции минимально были затронуты. Для того, чтобы их выявить, нужна быть очень глубокая работа контрразведчиков. Не просто выставить дипломатов разведчиков, они известны. Потому что, как правило, что российская разведка грешит. Например, дипломат, который занимает разведчики, эту посольскую позицию, как правило, это обычно одни и те же. Помощник посла, первый секретарь с политическим вопросом, первый секретарь, например, по экономическим вопросам. Это занимают постоянно разведчики. И контрразведка страны, пребывание, например, в той же Германии, Франции, знает, что там разведчик, но он пока не принес прямого ущерба. Но в период войны они понимают, что они активизированы, на работу против них уже даже посольств. Поэтому спокойно берут этот список, которым известен, и выдворяют. Это самая простая схема. Но вот эти, которые глубинно работают, очень тяжело вести разработку, выявлять и пресекать. Их только на конкретных операциях и на операциях связи. Ну вот, кстати, по поводу дипломатов, то достаточно красноречиво об этом высказался министр иностранных дел. Дмитрий Кулебов в свое время сказал, что если хотите соблюдать информационную гигиену, то цивилизованному миру необходимо изолировать российских дипломатов, чтобы они не распространяли ложь и дезинформацию. Но это не столько как разведка-шпионаж, сколько вот именно в целях пропаганды. И Кулеба имел в виду международные площадки ОБСЕ, ООН. Насколько вот по-вашему реально таким образом изолировать? Ведь те же самые, да, площадки международные ОБСЕ, организации Объединенных Наций, они, наверное, как раз и необходимы, чтобы именно на этих площадках можно было бы обвинить россиян в военных преступлениях, в шпионаже и так далее. Россия как раз использует и международные площадки, дипломатические рауты и ООН для проведения информационной войны, я прямо скажу. Не какой-то пропаганды, а реальной информационной войны, донося оппозицию тех, которая им выгодна. Ну, например, там, обвиняя Украину в терактах, например, обвиняя Украину в каких-то подготовке, например, провокации на ЗАЭС, или, например, направлении каких-то комаров или кожанов, которые будут отравлять или нападать на россиян избирательно. Ну, абсурдные вещи. Но это делается дипломатами большого ранга. И в ООН, и в странах мира. Поэтому, конечно, один из системных тут приемов, не просто как-то пытаться их граничить и держать. Ну, их просто не давать, да, часто не приглашать, это понятно, это правильный ход. Но все остальные выступления, планы, их прямо раскрывать. Четко показывать, что и что, с какой целью это все производится, и просто-напросто раскрывать конкретные действия по конкретным их тезисам, которые идут. Например, там, небесная, рассказывать о каких-то терактах, рассказать, кто, когда планируют операции, какие ударные действия, какие жертвы проводились, и какие, так сказать, последствия. И это показывает на весь мир. С конкретными свидетелями, пострадавшими и тому подобное. Чтобы земля горела под ногами. Вот это будет раскрытие. Его раскрывать как системного преступника. И представителя государства, который прикрывает террористические акты. Это очень важно. Вот, отношение Комаров-Кожилов просто высмеяло бы его системно, при участии всех стран мира. Потому что и тут даже российские биологи, и другие говорят, что это смешно. Просто-напросто такое оружие против россиян, и якобы избирала Украина. Такого в принципе не может быть в природе. Это российские ученые говорят об этом. Поэтому нужно показать вот эти все, ну, бредовые заявления и идеи, как системные провокации, примитивнейшие, раскрывать на весь мир. Это тут и раскрытие в формате серьезных, так сказать, противоставлений и раскрытие фактов. И четко даже с сарказмом показывают то, что они такое творят. И делают, и заявляют. Что это просто уже даже, ну, переход с их грани, даже смешно. На таких площадках что-то пытаться обвинять или показывать, что Украина что-то использует. Вот тут конкретно противопоставить реальные факты, что она делает. Это факты террора, это геноцида, это запрещение, так сказать, запрещенные методы объявления войны и системные, системные ежедневные удары по миру населения. И это будет нейтрализовать все вот эти сказки, которые они предполагают на площадках. Раскрывать их, пускай говорят, раскрывать тут же. По поводу утечки телефонного разговора между высокопоставленными офицерами Бундесвера. Вот как вы считаете, какие цели преследовала в этом случае Москва? Удалось ли достичь желаемого эффекта? Или как с расширением НАТО? Против чего боролись, на то и напоролись. Ну, в первую очередь, мы говорим о том, что спецслужбы России, они имеют средства перехвата во всех странах мира. Там, где более-менее большая страна и большое посольство, там находятся очень мощные средства перехвата любых переговоров. Открытой связи, зашифрованной, и, соответственно, возможно, даже правительственной. Они пытаются дешифровать. Там стоят суперкомпьютеры, они работают на перехват любых переговоров, и, соответственно, их дешифруют. Но в данный момент, по предварительным данным, военные, я прямо скажу, но наивно, безответственно, вели переговоры по открытой связи. И тем более, по очень важным вопросам. Это нарушение всех режимов секретности. Это провал Минобороны, в первую очередь, Германии, контрразведки Германии, которые уже контролируют, и соблюдать режимы. Ну, и, соответственно, тех руководителей, которые именно четко допустили персонально. Поэтому в данный момент я считаю, что это провал именно военных спецслужб Германии. А Россия тут, естественно, она все слушает. То есть просто его не видно, как она это все делает, но прослушает все системы связи. Там, где это допустимо. Там, где нет режима секретности. Тем более. Даже проникают другие секретные системы. Поэтому так получилось, что они, получая информацию, они не реализуют. Они просто получают и используют против страны. Против стран НАТО, против Украины. А в этой ситуации решили, что есть позиция Шольца, которая говорит, что они будут передавать Таурус. Раз. А военные говорят о передаче. О нанесении ударов, например, по Керченскому мосту. То есть это явно противоречие с военными, с канцлером. Это как раз специальная легализация. Нести раскол между военными. Показать их несостоятельность. Противоречие в саму коалицию Шольца лично и коалицию, которая входит в правительство. Вторая составляющая. Ну, показывает свою перспективу, что они могут контролировать ресурсы различных стран. То есть запугать еще. И немцы, и других стран, что Россия все контролирует. И все, что неофициально, ставят явным. И они будут это все легализовать перед перспективой. И, конечно, показать, что они в этой ситуации готовы до демаршин в отношении Германии. И, скорее всего, кроме легализации, они сделали их неофициально. И через МИД, и через разведку, что они получили такую информацию, что Германия их обманывает. А готовят передачу, соответственно, Таурусу. Это тоже такая система влияния. Уже после легализации, которая получила огласку системную, тогда выйти уже по различным закрытым каналам на представителей Шольца и предупредить. Вы же в свое время отказались от конфронтации. Перед этим же Россия неоднократно по закрытым каналам предупреждала Шольца. Будете передавать Таурус, будем считать, что мы в состоянии войны с вами. И Шольц постоянно воздерживается от передачи. Ждет, пока там атаканцы передадут и другие, я понимаю, ракеты уже с американцами. А тогда, может, и он как-то будет думать. Но сейчас он реагирует на позицию России. А вот эта ситуация России, два козыря, что именно вы, как будто бы приняли обязательство не передавать, а тут военные уже готовят конфетную передачу. Это еще дисбаланс и в международных отношениях, и еще раз запугывание со стороны России. В этот же период Путин же начал говорить о применении ядерного оружия сразу же. Вот оно комплексно вышло. Типа вы Таурус уже там обсуждаете, а мы готовим ядерное оружие на случай применения каких-то высокотехнологических средств. Путин об этом и сказал. В случае передачи мы готовы задействовать весь потенциал ядерной войны. Вот это есть конкретная информационная война глобального типа. Тут я считаю, немецкие военные и правители тут немножко просчитались. Конечно, дали определенные козыри России. Единый контраргумент это передать Таурусы Украине. Это будет реально, конкретно и будет давать возможность поражать все силы и средства Российской Федерации на нашем поле боя. Это защитит Германию. Процитирую еще одно издание. Вместе с беглецами от мобилизации из России выехали шпионы. Об этом пишет Wall Street Journal. И именно поэтому Москва и не закрывала границы во время массового бегства в 1922 году. Как вы относитесь к такому мнению? Всегда все потоки, которые организовывали в свое время еще в Израиле, помним еще с Советского Союза, ехали как будто на постоянное место жительства. Всегда в потоках шла агентура и разведчики. Любые выезды, тем более массы за рубеж, тем более третьи страны и страны европейского, США, это страны разведприоритетов. И в потоках больших очень эффективно и удобно прятать. То есть контрразведки страны, которые принимают, очень тяжело в этом потоке выяснить, кто есть разведчиков. Мотивация беглецы принять обязаны, устроить обязаны. Ну, тем более, так сказать, где-то они могут размещаться в каких-то колониях, где имеются и россияне, и мы помним уже в ряде регионов стран Европы, уже организованы массовые выступления против позиции страны на поддержку Украины, акции поддержки Российской Федерации. Это непросто. Даже польские протесты, и то мы видим, что есть влияние России. В потоках приезжают те люди, которые проводят разные функции. Минимум дестабилизации ситуации в стране и давление на страну и на руководство в плане отказаться от помощи Украины. Травильная составляющая. Показать, как угрозы есть от войны, будущей с Россией. И поэтому еще одна мотивация. Третий момент. Это, конечно, создавать анклавы дестабилизации. Четвертый. Для того, чтобы отвлечься на внутренние проблемы. Четвертое. Это, конечно, проникновение в разные структуры страны пребывания и в оборонные, технические и тому подобное, или проведение доразведки-доразведки на местах. Например, перемещение вооружения техники, заводы, где находятся, где находятся аэропорты, группировки сил и средств, страны пребывания или стран НАТО. То есть разные задачи они выполняют. Поэтому поток беженцев – это хорошая модель отправки агентуры и сотрудников спецслужб Российской Федерации в страну, которая представляет их разведный интерес. Одна из новостей этой недели, что в Индии разоблачили сеть, заманивающей граждан граждан Индии сначала в Россию, затем они оказывались на поле боя в войне против Украины. Вот как вы считаете, зачем это России? Вот эти вот единичные контрактники, единичные легионеры из третьих стран на войне в Украине? Ну, в первую очередь, конечно, Россия чувствует дефицит мобилизованных, и поэтому даже сотни с различных стран, а если мы берем несколько десятков стран, это Африка, это Арабский Восток, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Куба, это, конечно, несколько тысяч человек. Всегда это плюс, но с другой стороны, показалось, что у них есть союзники с различных стран, которые поддерживают Россию, и вот они не едины. Не только Северная Корея, там, например, Иран помогает, а помогает представитель различных стран, как будто за какое-то условно, в кавычках, праведное дело России. Вот это основная политическая составляющая, что иностранные легионеры активно отставят режим Путина и режим Российской Федерации. Вот такой стратегический посыл они будут рассылать по всему миру, и показывают, что они есть. Ну, и, конечно, это определенная боевая часть, хотя страны, которые, ну, как мы называем их, отдельные нейтралы, они не поддерживают такую позицию. У них по криминальному кодексу запрещается наемничество, то есть, чтобы они ездили в какую-то страну для ведения войны, наниматься в боевые подразделения или структурные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому мы по всем каналам и оперативно, по-ампьютерски вручаемся к той же Индии, к Лаосу и других странах, евроарабских стран, Ноэ, Сирии, Кубы, для того, чтобы четко они приняли решение по отношению пресечения такой деятельности, отозвали этих граждан при леких к рулону ответственности. По части стран это удалось. Я думаю, дальше будем работать. В Международном легионе Главное управление разведки служат добровольцы из более чем 50 стран. Это официальная информация. Вот как, с вашей точки зрения, как вы оцениваете такую массовость и как вам в этом контексте кажутся вот слова Макрона о том, что вполне вероятно присутствие французских военных в Украине и эти слова поддержали, например, в Канаде или в странах Балтии? Ну, мы разделяем два понятия иностранные легионеры, которые воюют уже сейчас на фронте и слова Макрона. Первая составляющая иностранные легионеры это те люди, которые готовы воевать против врага агрессора России, понимая, что он угрожает не только Украине, а угрожает всему демократическому миру. Поэтому сознательные граждане, тем более имеющие военный опыт, они готовы применить на поле боя. Это по идеологическим убеждениям в первую очередь. Поэтому и американцы, и канадцы, и европейцы, и африканцы, и другие граждане приезжают сюда. Очень хорошие контингенты, как правило, это спецназы. Бывшие спецназовцы, которые очень хорошо работают на поле боя или готовят наших ребят. Я их просто знаю мной. Полковники, генералы есть, или конкретно те, которые принимали участие в боевых действиях. Например, афганские легионеры, которые обучались спецназам в США и Британии, могут сейчас выполнять очень хорошие задачи в Украине. Это большие контингенты, которые могут и эффективно поддержать наши силы и средства, ну и быть альтернативой определенным подразделениям. То есть это усиление наших возможностей, потому что они прошли уже базовую подготовку, прошли боевозваживание, прошли опыт войны. У них есть реальный, это не зеленые какие-то легионеры, которые приезжают в Россию. Это те, которые уже имеют очень большой бэкграунд. Поэтому в данной ситуации это плюс и политический, и боевой, и оперативный. Я думаю, что такой формат мы будем поддерживать, приветствовать, потому что именно концентрация специальных подразделений даже такого региона показывает именно возможности и новые возможности нашей военности в Украине, то, что поддерживают конкретные страны и граждане, которые отставят принципы демократии. Это важнейшая модель, которая живется не только на силе и опыте, а и на глубокой идеологии, правой идеологии, в соответствии с международным правом и борьба с агрессором, которые ведут активную борьбу вместе с нами. Понимаю, что тут решается с нас задача, потому что перспективы будут угрожать и их странам. Лучше определить здесь. В конце нашей беседы вот такой момент. Хотелось бы с вами обсудить. Демократы Палаты представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX о применении Starlink силами России на поле боя. Об этом пишет Washington Post. Может ли это быть двойной игрой со стороны компании Маска, или же мы сейчас говорим о том самом сером импорте через Китай, Саудовскую Аравию, вот этих вот средств связи? Ну, пока спецслужбы установили, что это были серые как раз схемы через третьи страны. Как обычно, Россия использовала различные схемы, не только Маска. Мы же помним, американские комплектующие, чипы, платы находятся в ракетах конкретных, и даже беспилотниках. Это уже не Маск. Поэтому тут конкретные схемы. Многие фирмы, которые через различные серые схемы или прямо знают, что поют в России, или не обращают внимание, но передают системы двойного назначения Российской Федерации через третьи страны. Точно так же ряд стран Европы и точно так же Японии, другие страны, к сожалению. Поэтому сейчас проводится глубокое расследование, включая Маска. Маск имеет возможность перекрыть эти все моменты, потому что все Старлинки, другие электронные средства фирм, не только Маска, США имеют свои прошивки и по определенной команде могут просто нейтрализовать все те системы, которые поступили в России. Что сейчас и требуется от Маска. Сейчас обратились конгрессмены, сейчас проводят проверку прокуратура США и ФБР. Я считаю, что в данный момент конкретно Маску поставят условия. или он подлежит за умышленное действие, или он не умышленное действие, но он должен прекратить возможность действия Старлинка в Российской Федерации. Николай Григорьевич, спасибо большое, что присоединились к нам, к нашему эфиру за ваши ответы. Николай Маломуш, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки Украины, был на связи со студией Фридом. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании. Субтитры подогнал «Симон»